Веселые, хорошие эмоции, приятные, чувство гордости. В целом, хорошая погода запомнилась. Прекрасная инфраструктура и запомнилась тем, что было очень много иностранцев, дружелюбных, улыбающихся, с которыми хотелось бы дружить. Примерно такие же слова об Олимпиаде говорят многие сочинцы. Спустя год после старта зимних игр настроение у жителей и гостей курорта не меняется. Та же хорошая погода и множество интересных мероприятий ждут всех россиян в эти выходные. Некоторые из отдел побывать на горных склонах и посетить Олимпийский парк не могут. Зато увидеть по телевизору повторы церемонии открытия и закрытия игр вполне возможно. К этому моменту уедем отсюда, к сожалению. Но я думаю, что мы будем смотреть трансляции онлайн, по интернету, по телевидению. Всю Олимпиаду я практически смотрела. Если бы не было возможности смотреть, я ее смотрела. Там повторы было очень много. Поэтому я смотрела всю Олимпиаду. Это очень интересно было, конечно. Если будет, конечно, я посмотрю. Просто интересно, когда наши олимпийцы становились, а четыре ребята наших молодцы. Что касается туристов, то их сейчас стало не меньше. Причем многие гости курорта считают, что Сочи – лучший город. Пожив в разных регионах Российской Федерации, Сочи – это рай в любом случае. Тем более, что, конечно, раньше приезжали отдыхать, а город очень сильно изменился в плане цивильности, в плане дорог, в плане инфраструктуры. Конечно, это здорово. С парковочками проблема. А так, по-моему, все хорошо. Местные, конечно, довольны люди, а особенно отдыхающие, когда приезжают довольны. Многие не видят такой красоты, как у нас. Город украсился, ничего не могу сказать. Город стал выше даже европейских стандартов. Красивый город. Приведение курорта каноном чистоты и красоты продолжается и сейчас. Ведь Сочи стал богатым на события городом, а значит, должен получать только положительные отзывы как от жителей, так и гостей со всего мира. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.